Современных тимуровцев называют волонтерами, но они по-прежнему приходят на помощь пожилым людям. Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Федорович Хохлов инвалид первой группы. Живет фронтовик в частном доме, сил на уборку снега совсем нет, поэтому ребята здесь частые гости. То, что ветеран потихоньку чистил бы неделями, ребята раскидали за несколько минут и даже не успели устать. Много раз ходят. Они самые... Как снег выпал, все время ходят. У меня вот сколько убирает снега, много. Великое дело. Великое дело. Помощники это вообще. А что бы я без них делал, инвалид. Мне уже 87 лет. Вот. Я ходить тоже еле могу. Парни навещают подопечных каждый раз, как только потребуется помощь. Стоит ветеранам только позвонить, и они тут как тут. Очистить от снега двор, убрать наледь, наколоть дрова. Этим ребятам все по плечу. Благодарят всегда и при встрече, благодарят и волонтеров. У нас некоторые уже волонтеры имеют уже с ними контакт, то есть обмениваются телефонами, то есть уже не через нас помогают. Ну и я думаю, волонтеры всегда очень наши рады помогать даже просто так. Никто из волонтеров не подсчитывает, сколько сделано добрых дел, и не считает, сколько ушло на это личного времени. Буквально на днях один из современных тимуровцев помог ветерану войны Николаю Фроловичу Чаткину скидать в углярку 4 тонны угля. Молодец. Такую кучу один осилил. Я не думал, что он так сделает. Ну он, говорит, старался, говорит, все сделаю я. Думал, помощники будут, но не было. Я, говорит, сам пока не законченную еду, он так до темна. Отработал, все убрал до 7 часов вечера. Очень даже здорово, что такое поколение, которое нам помогает, потому что больше некуда обращаться. Творят добро ребята не только во дворах пожилых горожан, но и просто на улицах Ленинска-Кузнецкого. Вот бабушка какая-нибудь плохая, ну, ходит с костелем, там, не знаю, я ей помогаю спускаться, там, все вот это вот. Помощь пожилым, ну, мне нравится это, как бы, нельзя оставлять просто так, это помогать людям нужно. Следующая высадка трудового десанта там, где их помощь нужнее всего. У ребят в запасе еще есть несколько адресов.